Российские войска сегодня ночью нанесли два ракетных удара и по Харькову. Разрушено двухэтажное здание, загорелась автомойка, пострадали кафе и магазины. Только чудом никто не пострадал. Под огнем врага также Харьковская область. Сегодня утром зафиксирован ракетный удар по Чугуевскому району. Подробнее о последствиях российских обстрелов смотрите в нашем сюжете. Вот так после утреннего обстрела российскими войсками выглядит двухэтажное здание гостиничного комплекса в Харькове. Помещение полностью разрушено. Ударной волной выбиты окна в соседней многоэтажке. Пострадали кафе и магазины, расположенные неподалеку. Честно, у меня нет понятия и смысла. Что они здесь? Нет здесь ни военных, нет здесь ни складов, нет здесь ни химбарцев, ни танков, никого. Просто мирное население, как обычно. Все стреляется у нас в мирное население. После обстрела на автомойке возник сильный пожар. Огнем уничтожены гаражи, сгорели автомобили. Еще один российский снаряд попал в мастерскую. Она полностью разрушена. Мастерская была. Хотели работать, чтобы было что кушать. Вот пришли сегодня, ничего нет. Все разбито. Все мирные жители, дети приходили. Кружки были. Ну, ничего нет. Местные жители помогают спасателям разбирать завалы. По словам сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, удары были нанесены с территории Белгородской области России. Стреляли оккупационные войска ракетами С-300. Не прекращает противник стрелять по Харьковской области. Ночью под огнем врага был Чугуевский район. Там снаряд попал в землю возле медицинского учреждения. Пострадавших нет. А вот в поселке Печенеге ранения получили 45-летний мужчина и 17-летний парень. В Богодуховском районе в больницу после обстрелов забрали двух женщин. В населенных пунктах российскими снарядами разрушены жилые дома, хозяйственные постройки. Повреждена инфраструктура городов и сел.